Редкий случай, а меча судили за жестокое обращение с животными. Андрей Шлеменков на глазах у соседей палкой забил до смерти своего кота. Впрочем, как оказалось, животное не единственный пострадавший от рук Шлеменкова. Его знакомый чудом выжил после нападения. Далее подробности. Дмитрий Халеев еще одна жертва Андрея Шлеменкова. Мужчина прячется от камер, стесняется шрамов. Как следует из материалов уголовного дела, в январе Андрей Шлеменков подкараулил Дмитрия Халеева у подъезда. Нанес ему несколько ударов ножом в шею и грудь. Как позже выяснят следователям, мотивом преступления стали наркотики. Как поясняет обвиняемый, потерпевший продавал ему наркотические вещества и создал таким образом зависимость у него от наркотиков. Наркотики он употреблял, как поясняет, вплоть до конца 2015 года. В 2016 году он решил бросить употреблять наркотические вещества. И в первых числах января узнал о том, что один его знакомый, который также якобы приобретал наркотические средства потерпевшего, скончался от передозировки наркотиков. Это вызвало у него возмущение. Информация о том, что потерпевший Халеев связан с продажей наркотиков в ходе следствия не подтвердилась. Шлеменкова, несмотря на то, что он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, тогда отпустили на свободу. Под стражу его взяли только после совершения еще одного преступления – расправы над котом. Все произошло в этом доме по улице Вострецова также в январе, через неделю после нападения на Халеева. Шлеменков выкинул своего кота на козырек подъезда за то, что тот ему мешал отдыхать. Через несколько часов Шлеменков жалился над замерзающим животным и решил забрать его домой. Они зашли вместе с котом в подъезд, он обнаружил, что дверь квартиры закрылась, а ключи он забыл дома. Здесь очень обозлился на кота, и там же в подъезде этот доской, который помогал снимать его с козырька, причинил ему множественные удары по голове не менее десяти, отчего кот на месте скончался. Были свидетели из числа соседей, некоторые из них слышали только шум и мяуканье. Один из свидетелей видел в момент причинения телесных повреждений, но поскольку он своего соседа боялся, он характеризует его как агрессивного, очень конфликтного человека, поэтому не стал вмешиваться в произошедшее, а вызвал сотрудников полиции. Свою вину в обоих эпизодах Шлеменков признал полностью. Дело он попросил рассмотреть в особом порядке, без исследования доказательств. Это уменьшает наказание на треть. В итоге Ленинский районный суд Омска за убийство Кота приговорил Шлеменкова к месяцу заключения. Ещё четыре года и пять месяцев ему придётся провести в колонии за нападение на Дмитрия Халеева. Кроме того, суд обязал Шлеменкова выплатить иск потерпевшему в размере 100 тысяч рублей.